Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я приветствую вас в студии программы «Час здравоохранения». Программа посвящена здравоохранению Республики Дагестан. Все новое, что есть в здравоохранении, все новинки, все препараты, аппараты, которые используются в новое здравоохранение, мы обсуждаем в нашем эфире. Сегодня у нас очень желанный, очень любимый нами гостик, потому что те, кто следят за нашими эфирами, видели одну из передач, где уже были эти гости. Здравствуйте, профессор Тамер Каршиган. Здравствуйте. Это главный врач клиники общий хирург, онколог больницы Аджибаден-Токсин, Турция. Профессор Али Арыджан. Салам алейкум. Онколог больницы Аджибаден-Токсин, тоже Турция. Ольга Кузнецова. У нас ведущий менеджер развития международного бизнеса в сети клиник Аджибаден. Приветствуем вас. У нас в Дагестане. И я думаю, что Ольга нам будет помогать переводить все, что мы хотим. Аджибаден. Аджибаден. Клиника, которую знают все, на устах у всех. Первый вопрос, который, может быть, кто-то из наших телезрителей еще не знает об этой клинике, поэтому первый вопрос специально для вас. Расскажите, пожалуйста, что за клиника и вообще, наверное, основные направления этой клиники в чем развиваются. Клиник, которые мы знаем, что мы знаем. Комплекс Аджибаден-Токсин. Благодарим вас за ваше приглашение еще раз в эту студию. Аджибаден, Аджибаден, это самая крупная сеть клиник в Турции. Не только в Турции. В Европе мы считаемся одним из самых крупнейших из четырех стран Европы. Мы самые крупные. Аджибаден. Аyrıca Булгаристан, в Аджибаден, в Болгарии, это Аджибаден. Булгаристан, в Аджибаден, в Аджибаден, в Аджибаден, в Европе. Ажиакары 3500 доктор и 4000 нафаза вемщире работают. 3500 врачей и 4000 медсестер, медперсонал, младшего медперсонала. Мы являемся вторыми в мире по онкологическим, по оснащенности и по развитию в плане онкологии. То есть основное направление онкология? Не только. Не только. Но в онкологии мы вторые в мире. Онкология самая большая медицинская система в плане постановки диагнозов, диагностики и терапии, не только в онкологии, во всех заболеваниях. Мы являемся партнерами с малазийской компанией. Большим крупным холдингом. Мы сейчас, нам уже 25 лет нашему холдингу и сейчас мы по миру представлены. Если мы представим большой треугольник, то это от Малайзии до Казахстана и по всему миру мы представлены. По всему миру клиники, медицинские офисы. То есть распространение огромное и вы сейчас у нас в Дагестане. Вы в Дагестане планируете открытие офиса? Будет такое, да? Очень надеемся, да, что нам удастся здесь со временем открыть офис. Наши партнеры клиника Синтезем. То есть мы работаем вместе в паре, как я уже, если кто-то слушал, на прошлой передаче рассказывали об этом. Очень надеемся, что, может быть, к осени мы откроем здесь Health Point. И может быть, я очень надеюсь, когда... Как бы кому, или Тамеру Каршигану, или Али Арджигану, что нужно для ранней диагностики онкологии? То есть... Однаждаться permits для facilitating? Как их миллион? Хотя, этот вопрос для того... На вернее setzt. Самое важное, самым первым шагом для того, чтобы начать раннюю диагностику онкологического заболевания, это, конечно, рассказать людям о том, что это, как это выявить, то есть провести, скажем, такой ликбез среди населения в любой стране для того, чтобы люди понимали, что это, как это, откуда это берется. Поэтому, для которых людиALK fazелились, то есть они они должны делать, как они в будущем, чтобы они не были Recreter. Для них, особенно в будущем, какие-то программы, которые рассказывают о онкологии, это семинары для людей, это, допустим, какие-то благотворительные медосмотры, которые проводятся. именно для того, чтобы провести диагностику онкологии, рассказать людям об онкологии. Потому что все слышали, что такое рак, но откуда и как, мало кто знает. Люди просто узнали, что у нас в гостях такие гости. И сообщения, уважаемые, мы обязательно попробуем ответить на эти вопросы, на ваши вопросы. Но для начала хотя бы необходимо раскрыть тему какую-то. Потом после этого я вам сделаю такое объявление, которое вас всех порадует. Но чуть-чуть наберитесь, пожалуйста, терпения. Защититься от онкологии. Возможно ли это? Кансердар корумак. Как? Второй вопрос. Кансердар коруману, aslında, doğал yaşамдан узаклашмамак, belki, ilk nokтası olabilir. Но, скорее всего, самая первая точка для того, чтобы защитить себя от онкологии, это не удаляться от природы. Особенно хочу отметить, что, приехав в республику, мы едим здесь очень вкусную еду. И господин Тамер заметил, что это тот вкус, который был когда-то в детстве в Турции. То есть это органические продукты. Хорошие. Очень хорошие. Чем больше индустриализуется страна, чем больше идет развитие... Добавок всяких. Конечно. Теряется вот эта органика. Здесь действительно органическое мясо, овощи, фрукты. Ну а почему тогда так? Почему онкология имеет место быть, развиваться? Ну конечно, онкология не связана по большому счету с тем, что мы едим или пьем. Но это то, что должно быть. То есть у вас в республике присутствует. Есть, конечно, генетика. Есть генетика, которая висит дамокламный мечом над многими. Есть факторы окружающей среды. И еще есть факторы, что мы меняем свой образ жизни. То есть это стрессы. Когда все это сходится в одной точке, то, конечно, это увеличивает риск онкологии. Некоторую часть, конечно, можно удержать. То есть можно себе, допустим, питаться только органическими продуктами, жить в горах. Но есть вещи, от которых невозможно защититься. Ну, наверное, самым основным, конечно, является вот эта жизнь на природе, не отрыв от органика. Ну, конечно, не стоит тогда углубляться в тему курения, табака курения, алкоголя или внешних раздражающих факторов в плане экологии. То есть это хлопные газы, это трубы, заводы. Особенно, как медицинский онколог, как медицинский онколог, как врач онколог на эту тему может много добавить. Да, расскажите нам, пожалуйста. Сначала хочу поблагодарить вас за приглашение. Мы очень счастливы быть в Республике Дагестан. Мы тоже счастливы. Кансердан коронтакт, как медицинский онколог, как медицинский онколог, как медицинский онколог. Да, возможно, конечно, возможно. Если только человек, допустим, курящий человек бросит курение, то на одну третий он уже защищен. Защищен. Следующим шагом это диета, это употребление правильных продуктов и правильное питание. Правильное питание. Возможно, защититься от онкологии с помощью прививок. Да, возможно. Сейчас в наших руках есть два вида инъекций. Одна из них, которая защищает от гепатита B и сохраняет печень от рака. Одна прививка на всю жизнь? Би не, Би аши тумгая точно. 3 дозы yapılıyor, гепатит Б аши. 3 дозы для гепатита Б. И вот эта прививка, которая направлена на то, чтобы защищать организм, гепатит Б, защищает печень от онкологии. Вторая прививка от рака шеи кематки. Это папиллома вирус. Вилус папиллома человека. Да, правильно, правильно. Вот, она защищает как раз женскую... Да, потому что очень часто у кого развивается рак шейки матки, у того бывает уже патоломовирус. Поэтому получается... И сон оларак, да, дюзенный физик-экзерсис, yani спор-яп-мак, консервы, рюм-лэр-о-да-зап-мак. Это может сохранить. Это то, что больше всего не любят... Нет, мужчины любят, женщины не любят у нас. Прививка. Вот мне интересный был вопрос, почему мы знаем, что у нас в детстве делают прививки, да, многим детям, в поликлиниках, всё. Мы говорим, вот эти две прививки, которые назвали, это прививки делают детям или это делают уже взрослым людям? Мы, мы, девушек, мы... Ашшши, мы, девушек, мы, девушек, мы, девушек, мы, девушек, мы, девушек... Если уже есть папиллова в организме... Если раз, например, вирус бывших ваку, где праве опасности, вирус防итет, вирусб же. А Potemащий, вирусбург? Вирусбург – на счет, вирусбург, 100% и 85% корочевого. Поэтому, вирусбург, вирусбург – какого-то делается вирусбург. Вирусбург – какого-то рабочего-то значения безопасности. Но он будет является assholeным возрастом. В первую очередь, конечно, необходимо знать о типе вируса. И в любом случае, где-то 75-85% есть защита от этого вируса. Желательно женщинам до 25 лет делать такие прививки. Эти прививки делать? Можно поехать к вам в клинику в любую... Как это, на берегу, я побележу. Можно сделать это у нас, можно сделать там, где удобно. Ну, главное, что эта прививка есть. Есть место быть. Так, вопрос, симптомы рака. Есть ли какие-нибудь симптомы, спрашивают просто, вопрос тоже был. Как я могу определить, есть ли у меня рак в домашних условиях? Вот такой тоже вопрос был. Я могу саргать себе сделать такое. Ну, до того момента, как не пришла еще такая технология понимать, есть ли онкология по анализу крови. Конечно, нужно знать некоторые необходимые моменты, то есть элементарные вещи, которые указывают на онкологию. Обязательно нужно отмечать для себя, если в последние 6 месяцев у человека была потеря в весе существенная. Когда человек в туалете, если есть кровоточение. Какой-то кровь и с кровью? Да, с кровью, если это обнаружено, то это обязательно нужно проверить. Кал или моча? Разница есть? И осматривая себя, стараться проверять, есть ли увеличение какие-то узлы. Лимфоузлов. просто увеличение каких-то на теле. Шишечки, попеломки какие-нибудь, да? Олупы. Все. Если хотя бы что-то из вышеперечисленного было замечено, то обязательно необходимо проконсультироваться у врача. У онколога, у врача-онколога. Уважаемые телезрители, я перечислю на всякий случай, если есть симптомы рака, вы спросили тоже, как можно выявить. Резкая потеря веса, раз. Если есть наличие каких-либо образований, даже увеличение лимфоузлов. Потом стул, если содержит кровянистые какие-то выделения, и еще мы что-то называли, нет, по-моему, все. Потеря веса. Потеря веса, стул. Да, если вот эти три фактора имеют место быть, обращайтесь к онкологу за консультацией, чтобы знать уже, что, как. Вообще, излечима онкология? Есть ли такое, что излечима? Канцер-тедави в Армии? Канцер-тедави, потому что она есть. Не тоже переведите, пожалуйста. Канцер-тедави, потому что мы здесь, потому что она есть. Есть возможность излечить онкологию. Есть проблема, есть лечение. Ни одно заболевание нам Всевышний не посылает, если нет на него лечения. Это мы уже все знаем, поэтому вот есть врачи, которые помогут нам выявить, вылечить, если это имеет место быть, обязательно любое заболевание, с которым вы связаны. Не надо бояться этого заболевания. Просто онкология так звучит страшно, все боятся, думают, что это такое, все, я умру. Нет такого. Есть врачи, которые мирового уровня, они приехали к нам в Дагестан, в республику, чтобы помочь нам выявить и вылечить. Расскажите, пожалуйста, где будут принимать наши уважаемые врачи и как попасть к ним на прием. Это очень интересует наших практически всех. Всех наших слушателей. Да, телезрителей. В среду. Завтра. Нет, среда. После завтра. Клиники Синтезем на Захарочке на 49, рядом с Жума-Мечетью. Благодаря нашим коллегам с Синтезем, они нам предоставляют помещение, площадку. Мы ведем благотворительный прием всех желающих, кто хотел бы. У кого была проведена, например, терапия, у кого были проведены операции, у кого есть подозрения, мы ждем с 10 до 5. С 10 до 5. Вы так сказали, до 5, но, по-моему, сами понимаете, что до 5, наверное, вы не управитесь. Уважаемые телезрители, Синтезем клиника на Захарочке на 49. В среду с 10 до 5 ведут прием мировые врачи. Профессор Тамер Каршиган, главный врач клиники, общий хирург, онколог больницы, Аджибадем-Таксим, Турция, Аджибадем. И профессор Алиар Джиган, онколог больницы Аджибадем-Таксим, Турция. Это у нас врачи повторяют, мирового имени, мирового имени. Так, вопрос следующий. Какой частотой нужно проходить обследование? Есть ли такое, что человек может пройти обследование, а потом забыть об этом на какое время? А контрол облегчиняете? Есть четыре вида раковых заболеваний, которые необходимо сканировать. Это называется сканирование ежегодно. Это рак молочной железы, онкология молочной железы, это рак кишечника, это можно туда давать рак простаты и рак желчного пузыря. В сети клиник Аджибадем есть МРТ, который сканирует полностью тело, мы видим все образования, новообразования, которые есть. А насколько облучает этот? Самая низкая доза у нас практически. Потому что все боятся рентгена? Все оборудование, нет, они рентген, это космические технологии. Это оборудование компании Сименс, которое обновляется у нас ежегодно. Когда выходит новое оборудование у Сименса в Турции, он продает его только нам. Мы в течение года имеем право пользоваться только мы, никакая другая клиника. Уважаемые телезрители, я понимаю вашу настойчивость. Я вам объявила, что в среду с 10 до 5 вы принимаете... Если необходимо, мы продлим. С 10 до 5 будут принимать Синтезем. А завтра что у вас будет? Завтра мы будем проводить мастер-класс хирургический, лапароскопический. То есть это к врачам больше? Да, у нас будет операция, у нас будет семинар для врачей. То есть наши гости не только пришли пролечить и проконсультировать вас, они также преподают мастер-классы нашим врачам, которые могут в дальнейшем применять их и определенные манипуляции проводить. Уважаемые телезрители, время, мне говорят наши ребята, что время эфира подходит к концу, потому что, к сожалению, половина вопросов тоже не смогла задать. Я думаю, что мы вас еще пригласим, скорее всего, или завтра, или послезавтра, с руководством клиники мы еще поговорим. Я хочу выразить вам огромную благодарность за то, что вы приехали в Дагестан, за то, что вы имеете возможность, ну, время. Я понимаю, что время это самый такой тяжелый ресурс, который мы можем достать. Я думаю, что вы потратили это время на нашу республику. Вам огромное спасибо. Мы вам тоже желаем здоровья. Если вы будете здоровы, то мы все тоже будем здоровы. Спасибо вам за то, что вы приехали. И я думаю, что очень много вопросов, которые я переадресую потом Башаратну Зиаудиновне, чтобы она вам уже потом после этого сказала. Я думаю, что вы какой-нибудь, все спрашивают, все какие-нибудь рекомендации от вас. Может быть, вы что-нибудь порекомендуете, может быть, от себя какие-то пожелания. Вы желаете, вы желаете, пишите, вы желаете. В желании, вы желаете. Обязательно в клиниках, как это принято у нас, например, проводить ЧК-посмотры для человека, где можно проверить все органы, создать какие-то тесты, то есть разные виды ЧК-программ, сканирование тела. Чем будет более ранняя диагностика, тем меньше людей мы потеряем от онкологии. В этой войне с онкологией мы все-таки победим. То есть главное это здоровый образ жизни и диспансеризация, как у нас это называется, это каждый год проводить диагноз. Это то, о чем говорят не только врачи мирового имени, но и наши врачи. Постоянно мы говорим о том, что профилактика дешевле, быстрее, безболезненнее. Это три фактора, которые любят тебя. Еще раз вам огромное спасибо. Все спрашивают, когда записаться надо заранее? Записаться желательно. Завтра надо позвонить в Синтез-М. Клинику Синтез-М звоните по номеру 8-988-690-0070. Я знаю наизусть номер. 690-0070. Это клиника Синтез-М. Записывайтесь на прием 8-988-690-0070. Прием будет в среду с 10 до 5. Я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. Будьте здоровы. Это самый главный ресурс и резерв нашего организма. Всего доброго, всех благ. Субтитры подогнал «Симон»!